сегодня в студии у паркета актер баскетболист в прошлом уже андрей свиридов что за история с баскетболом почему там оказался из-за роста все просто вот история с баскетболом это наверное заслуга моего первого тренера который увидел высокого мальчика на уроке физкультуры в третьем классе по центру под до пятый номер до худющий он только не знаю уши торчат вот а так это заслуга тренера увидел что мальчик будет высокий долго бился чтобы я начал заниматься баскетболом ну а потом потихонечку когда уже перешел переехал из могилева в минску чечни писту резерву молодежная сборная там уже она пошло как по накатной молодежка националка америка профессиональный спорт так тоже не вырваться был про америку это интересный хотели в университете да университет немного работал с лос-анджелеса и кирс тренировал детишек опять же два летних лагеря подряд но была мечта играть в нб и в нб и не играл но работал с лос-анджелеса закончилась карьера баскетболиста из-за травмы хорошо часто как движение бывает спорте когда там по здоровью а потом раз и актер вот так этот переход состоялся как это как это случилось вообще у меня получилось я сегодня заканчивал карьеру баскетболиста озвучиваю там лучшим друзьям что я ухожу из спорта так мы ругаемся потому что ну как можно то есть только отдать спорту и закончить его вот а у меня была меня родился в день театра я родился 27 марта сам бог и мечта кино было давно но просто нужно было для себя осознать момент принятия решения что я хочу начинать с голливуда ехать туда и пробовать идти к своей мечте а начинается актерскую карьеру в том возрасте стоит спортивной уверенностью и стремление к победе скажем так это было очень круто а есть какие-то роли которые бывают как тут про тяжело пробить свою это вот скажем так клише это что андрей свиридов должен быть у нас получается смотри опять же так как и на бизнесе я 17 лет уже у нас только кружу с режиссерами и лет 7 назад мне объяснили очень просто темно же как добро должно быть маленькая щупленькая зло должно быть огромное на протяжении всего фильм или сериала идет вот эта вечная борьба добра со злом и в конце проекта добро вот это вот маленькое добро должно быть перебитое сцепляемый со слезами но живое но живое остается с девушкой с деньгами спасает мир и побеждает огромное зло но говорят вот представь если ты добро какой должно быть зло дамы и господа хоккеист прошлом агент эксперт андрей филатов ли это ой прошу прощить ничего страшного андреев андреев нормально никит филатов как часто ваш на баскетболе если честно баскетболе был последний раз здесь лет десять назад 10 до еще когда сам играл в цска а так был в америке несколько раз хьюстон майами там бы топовые команды яумин еще играл а все равно все равно они были опасными там оградили наверное все правильно я знаю что очень часто вообще хоккеисты и баскетболисты например андрей кирленко александр овечкин зарываются баскетбол сам пробовал ли играешь ну на уровне побросать там и так далее то есть такого чтобы где-то с кем-то нет конечно это не совсем так хоккейная затея хоккеисты больше наверно теннис футбол на такое в летнее время ну да перед играми я знаю что какие-то именно вот это и есть то есть перед игрой до побросать кольцо давай можно и в кольцо бросать конечно некоторых дворцах и зал там отдельная площадка в том же цска в нашем родном стока шенгеля после удара по глазу пропустил он иду и ролики предыдущие в очках сидел такой модный а еще подумал думаешь что за модель да что дальше а у него на самом деле ярким ударили я прям бывало такое на тренировке пальцем прям в сетчатку глазу он не успел моргнуть из-за них стал закрыть это случайно совершенно вышло или и свет яркий который на арене здесь раздражал его и прям небольшой даже боль доставлял и вот он темночка до бывало ли у тебя нечто подобное шайба прилетала там в район у нас в глаз не попадает у нас там визор но и соответственно зубы подбородок губы обычное дело ну как конечно я не могу сказать что там весь перешитый но раза два три шили серьезно зубы тоже скажется не свои немножко не свои частично когда здесь это здесь не свои привет из-за байкалья иван передает как это бывшему армейцев или армейцев бывших не бывает я завалю что красный синий самый сильный а вот она кричалочка студию паркета чемпионы молодежной единой лиги втв этого сезона 21 года александр евсеев антон кардонахешвили я надеюсь вы дома аплодируете там им бешено потому что я это делаю парни с победой во первых во первых как вы отметили а я хочу посмотреть это кубок да вот собственно сам а что в него наливали лимонад газировку там детское шампанское детское шампанское такой бутылки такие там буратино там с тигрой там было четыре ящика детского шампанского заказа все болельщики прошу как отметили то есть вот окей финальный матч вы раздаете интервью там вас награждаются дела потом ну потом детское шампанское это раздевал очереди били да а потом потом приехали в отель поужинали и легли спать и легли до спать было ли такое то как-то вот по сезону вам кто-то из основа подходил общался разговаривал давал какие-то советы как у вас это происходило когда были тренировки все товарищи подсказывали в основном команде и иностранцы и русские но в основном подсказывает саймон либо никита иностранцы всегда помогают в плане того что поддерживать 10-то ошибаешься делаешь потери они всегда там поддержат скажут что все нормально и с кем-то общался для брикет поставления самая на тренировках саймона никита всегда подсказывали если что-то не так делал тоже подвадрили и ваня с хамой всегда помогали финальная последняя игра вы искать ска игра евролиги сожалению уходит эпоха здание 79 года к олимпиаде восьмидесятого года в москве строилась здесь одержаны славные победы нашим клубом надеемся что новый дом будет еще лучше и там будет не меньше побед вот этими парнями выковано всем спасибо до скорых встреч 22 21 23 апреля на мегаспорте там уже плей-офф евролиги всем пока друзья увидимся